Александр Винник Александр Винник На бирже на момент блокировки было более 500 миллионов долларов в криптовалюте. Основные сервера биржи были арестованы ФБР. И это было больше похоже на рейдерский захват, нежели на борьбу с финансовым преступлением. Фиатная часть средств пропала сразу. Криптовалютные аккаунты утеряны или частично восстановлены на бирже преемники ВЕКС. Эта ситуация вписывается в общую тенденцию дискредитации анонимности криптовалют и на руку международной системе финансового контроля. Фирмы, через которые проходили валютные операции, принадлежали в том числе и Сергею Майзусу. После ареста в течение 20 месяцев греческая страна так и не выдала Александра запрашивающим его государством Соединенным Штатам, Францией и Россией. В нарушении Конституции он до сих пор незаконно содержится под стражей. Винник обвиняется в введении деятельности нелицензированного предприятия, предоставляющего финансовые услуги по законам США, в заговоре с целью отмывания денег и незаконных денежных операций. Все обвинения строятся на том, что биткоинами могли пользоваться мошенники, а Винник работал с биткоином. На тех же основаниях можно арестовывать любых банкиров, которые работают с долларами или другими валютами, поскольку фиатными деньгами также пользуются мошенники. В обвинении присутствуют абсурдные высказывания, что Александр Винник имел отношение к взлому биржи MTGOX и получал прибыль от схемы вымогательства CryptoWall, вирус, шифрующий данные пользователя и требующий деньги за дешифровку. Этот вирус поразил рекордное количество компьютеров в мире. Хотя никаких связей у Александра Винника с этими преступлениями нет и быть не может. Также в Виннику инкриминируется связь с учетными записями «Вам не дам, Гамбит и Петр». Несмотря на то, что пользование данными аккаунтами продолжалось и после ареста Александра Винника. На конфискованном у Александра Винника ноутбуке обнаружен кошелек-аккаунт, привязанный к бирже BTC с суммарными транзакциями за два года, не превышающие 70 тысяч долларов. Сотрудники ФБР, действуя совместно с греческой полицией, арестовали Александра Винника на глазах его жены и детей. Во время объявления решения об экстрадиции Александра Винника в США, его супруга упала в обморок. На следующий день в Москве ей был поставлен страшный диагноз – рак головного мозга. Более полутора лет она борется с этим страшным заболеванием. Чего у вас принимают? Это как этот, братья срой крови, говорю этому, Лишу. Ты меня только в термалый куст не бросай, ты меня там свари, там, это, общипай, там, и распни, но только в термалый куст не бросай. Иисус Христос тоже не хотел идти на казнь. Он сказал, Господь, как я хочу, как ты делай, как твоя воля будет, Господь. Вот так же я говорю в таких ситуациях, потому что внутренне бороться, внутренне мы только с Богом можем бороться, а это опасно, это не надо. А вот внешне, внешне надо бороться. Но инструментов воздействия у меня немного. Кроме доброты, кричать я на них не могу, обругать их по-гречески не могу. Все, что нас не убивает делать сильнее, я говорю про себя лично, все их издевательства, это только знак от Бога я воспринимаю, как чтобы я свой характер меня, свой дух укреплял. Меня только убить им надо, все. Все остальное я воспринимаю, как тренировку. Да, мне больно, физически мне больно, да, и душа у меня болит, да, но это все от Бога идет. То, что они там предпринимают, это я воспринимаю, как наказание от Бога, а не как издевательство. Да, издевайтесь над моим телом, распините меня там, это, перепарируйте, там, кровь забирайте. Нечего. Тело, оно сдохнет и вправь превратится. Так же, как вся ваша власть, машина, квартира и деньги, это все тут у нас останется. И единственный капитал, вернее, он не единственный капитал, это же нам тоже надо деньги и прочее, чтобы тело поддерживать. Но, как оно обещает, первоочередная цель инвестиции должна быть любовь, движущаяся во Вселенной. А потом уже деньги и прочее, потому что из любви мы рождаемся и с любовью уходим. И с собой мы ее заберем в следующую жизнь. А все прочее тут материальное и духовное, властное, все тут останется. Вот какое мое сообщение всем моим тренерам, которые закаляют мой дух, да. 20 марта 2019 года суд в Афинах приступил к рассмотрению дела о незаконном содержании под стражей Александра Винника.